Так, ну что, всем привет, сегодня записываю видос, меня давно просили, как поднять денег, если у тебя 100, 200, там 300 долларов в кармане, в общем, какая-то, скажем так, небольшая сумма, тоже деньги, не отрицаю, может быть 50 долларов, неважно, может даже 10 долларов. Вот, ну в целом, я думаю, можно это как подкаст поставить этот видос, я не буду сильно затягивать, на самом деле, рекомендация одна, и она очень довольно-таки простая, я не знаю, ну, для меня лично очевидно, может для кого-то нет, вы открываете любой топ там криптовалют. Понятное дело, что не каждая монета выстрелит топ криптовалют, который у меня там записан, неважно, то есть вы открываете топ криптовалют, которые я там рекомендую, не в долгосрок именно, там я подписываю, где долгосрок, где недолгосрок, где нет надписи долгосрок, это все среднесрочные рекомендации, плюс я в самом видосе говорю. Вот, это первое, то есть вы открываете любой мой видос, либо неважно, там другие ютуб каналы и так далее, это просто рекомендация для всех, скажем так. Вот, то есть вы закупаете какую-то монету, к примеру, у вас есть 100 долларов К примеру, у вас есть 100 долларов, вы распределяете, каким образом То есть, понятное дело, в идеале вам нужно делать как? То есть сначала сразу же себя приучать, отложить какую-то часть с этих денег То есть, допустим, вы решили из вашего бюджета, ну, к примеру, у вас там подушка безопасности Еще там, ну, к примеру, ну, я не знаю, 1000 долларов То есть у вас просто лежит дома там под подушкой, да к примеру, 1000 долларов, это у вас лежит неприкосновенный запас, ну допустим, абстрактно, да, вот, 100 долларов там это получается, ну к примеру, в месяц вы там зарабатываете, к примеру, двушку, да, зарабатываете двушку и, соответственно, ну вот вы наоткладывали, у вас отличный проект, доказавший свою честность и надежность, на котором можно делать большие деньги, это teth.io. В этом проекте работает топовая команда по трейдингу, что показывает одни из лучших результатов на рынке кайпты. В день на этом проекте можно делать стабильно по 3% ежедневной прибыли с возможностью в любой момент вывести весь свой вклад с дивидендами. Я лично вложил в данный проект 4 эфира и получаю по 3% прибыли ежедневно или 450 долларов. Могу с уверенностью заявить, что проект надежный, быстро обрабатывает выводы и дает людям хорошую возможность заработать. Ссылка на проект в описании под роликом. У вас там где-то 1000 долларов лежит. Из этой 1000 долларов вы выделили 10% на криптовалюту. То есть на криптовалюту вообще, и я там читал, и я помню, если кто читал Библия капиталиста Дениса Борисова, то, соответственно, он тоже там рекомендовал не более там что-то от 10 до 30%, может даже меньше, я не помню уже, от общего вашего капитала выделять на криптовалюту. И вот, допустим, с вот этой вашей суммы, ну, вернее, подушку безопасности вы не трогаете, вот у вас свободная сумма на ваши расходы, да. Подушка безопасности, к примеру, у вас там 1000 долларов, а здесь, к примеру, ну хорошо, там у вас выделили вы на крипту, к примеру, 500, да. А с 500 вы, соответственно, выделили 100 долларов, это сколько получается? Это получается порядка где-то, в общем, получается 20%, если я правильно посчитал. Соответственно, 20% вы выделили на крипту. Эти 100 долларов вы потом начинаете дробить дальше. Каким образом? То есть вы разделяете, к примеру, эти 100 долларов, можно разделить на 10 монет, можно разделить на 5 монет, это уже как каждый сам решает для себя. Ну, к примеру, вы решили 100 долларов разделить на 5 монет, чтобы оно лучше выходило. Понятное дело, чем больше в монету вкидываешь, тем больше ты на ней заработаешь. Но, как я начинал, допустим, к примеру, есть там 100 долларов, и, соответственно, ты разделяешь их на 5 монет. На 5 монет, это, соответственно, будет на каждую монету по 20 долларов. Вот, вы выделили, и, соответственно, в идеале, в идеале от этой сотки сразу же отложить там 20-10 долларов, чтобы они у вас лежали, и вы уже с 80. Зачем это делать? Потому что, чтобы у вас был свободный фиат, чтобы докупиться, 10-20 долларов. Ну, я абстрактно беру, неважно. Хорошо, у вас там 1000 долларов, 100-200 долларов, вы отложили там 10-20%, ну, чтобы удобнее было считать, я взял целое число, да. Вот, поэтому, и, соответственно, 80 долларов вы там распределяете, неважно, там, на 4 монеты. Хорошо, на 4 монеты это будет у вас, соответственно, по 20 долларов на каждую. Вот, и, соответственно, потом в эти монетки вы инвестировали и ждете, соответственно, профита, когда он будет. Опять же-таки, когда фиксироваться, когда закупаться, более подробно я даю все это в закрытом клубе, по каким именно монетам, каким процентам я захожу, свои ордера там скидываю. Да, я периодически и в телеграмм кидаю, но это довольно-таки редко, и то больше, ну, могу откровенно сказать, для привлечения аудитории и самопиара больше. Вот, поэтому, ну, потому что надо же результат какой-то показывать, тем более, ну, особенно, когда он есть. Хотя я, ну, не люблю там хвастаться, сколько я там зарабатываю или сколько там денег в крипте или там на рекламе я зарабатываю. Ну, зачем, смысл? То есть, поэтому, ну, любой адекватный человек, у которого все нормально с самооценкой, который уверен в себе, он и так понимает, сколько он там что зарабатывает, много, мало, средне там, и ему не надо ни перед кем понтоваться. Ну, это лично моя позиция. Вот, поэтому, соответственно, вы разделяете, ну, вот и получилась у вас сразу диверсификация. И как заработать, соответственно, как отобрать монеты? Понятное дело, всегда будут монеты, на которых вы будете терять. Не будет такого, что вы вот инвестировали во все монеты, и, к примеру, у вас одна скаманула, три дали профит, и одна еще стоит там на месте, болтается. То есть, ну, и, соответственно, вы за счет вот этих трех вывозите. Одна там, допустим, скаманула, вы там потеряли, я не знаю, сколько, получается, 20 долларов, да? То есть, 80 делим на 4, 4 монеты, то есть, одна скаманула, у вас осталось, получается, а, это 5, получается, это тупанул. В общем, ну, давайте хорошо, на 5 монет разделим, на 5 монет. Ну, давайте хорошо, 100 долларов я разделю, чтобы удобнее было считать. Вот, 100 долларов вы поделили там, к примеру, вы отложили 100 долларов, и, соответственно, одна монета у вас скаманула, на 5 монет вы разделили, на одной монете вы ничего не подняли, так и осталось у вас там 20 долларов, да, получается, 100 на 5, 20, по 20 на каждую. Вот, и, соответственно, 3 монеты вы приумножили, и, к примеру, каждая монета дала там по 2 икса. Ну, образно возьмем, получается, умножаем, это, получается, 40 на 3, это у нас 120 долларов. Соответственно, у вас было сотка, плюс, получается, из вот этих трех монет у вас получилось по 2 икса, это, сейчас посчитаем, одна скаманула, это, получается, у нас минус, сейчас, получается, минус 20 долларов, это у вас осталось 80 долларов. Потом, соответственно, мы прибавляем 20 долларов, те, которые, сейчас я немного запутался, сейчас, секунду. В общем, короче, я посчитал, тут я так запутался, что охренеть. В общем, получается у нас по итогу 120 долларов, почему, потому что, ну, я не знаю, может, я неправильно посчитал, но посмотрим. В общем, сотку мы вот эту разделили на 5 монет, соответственно, в каждую монету по 20, одна монета ничего не дала, то есть 20 долларов, как было, так и осталось. Соответственно, одна монета минусанула, это у нас 0, получается, то есть мы вот эти две монеты вычеркиваем. И по остальным трех монетам, это у нас 20 умножаем на 2, дала по 2 икса, это у нас 20 на 2, это 40 долларов, и умножаем на 3, получается, так как 3 монеты, это 120. Ну и в сумме у нас из этой сотки стало не 100 долларов, а 120. Понятное дело, что это может быть не шибко много, заработали мы всего лишь плюс 20%, да, с вот этой сотки, что было. Вот, но в целом тоже неплохо, опять же таки, если бы это было, к примеру, 1000 долларов, это было плюс 200, было бы 10 тысяч, это было плюс 2 штуки, ну и так далее и тому подобное, поэтому, что стоит сделать, либо, соответственно, ну у вас есть один вариант, либо вы смотрите рекомендации на ютубе, да, там закупаетесь, опять же таки, видос выходит позже, чем я даю рекомендации в закрытом клубе, бывает, конечно, совпадают моменты, ну опять же таки, откуда вам об этом знать, вот, поэтому, но в основном, я даю сначала рекомендации в закрытом клубе, а потом уже записываю видос, либо я до этого давал рекомендации, а потом там на следующий день могу записать, поэтому, ну, выгоднее, понятное дело, присоединиться в закрытый клуб и там зарабатывать, ну, а, соответственно, если хотите сами разбираться, когда там заходить, когда выходить, ну, можете, в принципе, ну, у меня получилось разобраться в этом, ну, минимум это 3 месяца так точно, а то и полгода, но если хотите посидеть, поразбираться в целом, ну, либо можете фиксироваться по своим каким-то целям, вот, еще один способ, вот, ну, ну, и как разогнать депозиты, если вкратце, то, соответственно, ну, работать по рекомендациям, вкладываться в монеты, зарабатывать, либо терять деньги, ну, другого способа нет, то есть, потому что я работаю точно так же, и вы думаете, я не теряю деньги, конечно, теряю в каких-то моментах, но я знаю, что если, допустим, пошла коррекция, я ее пересижу, и я уверен в какой-то монете, да, а даже если я в ней не уверен, я хочу как минимум по ней в ноль выйти, и если я вижу, что она дальше начинает перейти, я зарабатываю там плюс 10-20-30% сверху, я могу закрыться, потому что я, к примеру, ну, какая-то монетка вот была FTM, да, я не был в ней уверен, что она там пойдет аж до сюда, поэтому я вот здесь вот по ней зафиксировался, я ее закупал еще вот здесь, забрал там плюс, к примеру, свои там 30% и вышел с нее, ну, на данном этапе, потому что я могу перелить там в какие-то другие монеты, вместо того, чтобы мне ждать, что она там пройдет еще 80%, а когда это будет, ну, это еще не ясно, поэтому, может, придется месяц-два или больше ждать, а есть монеты более перспективные, поэтому, как разогнать депозиты, ну, естественно, есть еще один совет, это просто больше денег заработать, там, не важно, на работе это не имеет никакого значения, в бизнесе, там, не важно, вот, поэтому, либо заработать больше денег, соответственно, чтобы депозит, ну, потому что чем больше денег в какую-либо монету, либо монеты ты вкладываешь, тем больше ты зарабатываешь, логично, логично, ну, то есть, то ли ты 20% заработал с сотки, то ли ты 20% заработал, там, с 1000 долларов, то есть, там плюс 20 долларов, а там плюс 200, есть же разница, конечно, есть, или, там, с 10 тысяч долларов ты заработал плюс 2 штуки баксов, вот, поэтому, либо заработать больше денег в каком-то другом источнике дохода, да, либо, соответственно, работать по рекомендациям самостоятельно и, как бы, где-то зарабатывать, где-то терять, ну, как бы, в любом случае, то есть, халявы здесь нету на рынке крипты, и надо это понимать, вот, поэтому, в какие-то моменты, да, у вас депозит может опуститься, но если вы не продадите свои монеты, вы минус не фиксируете, вот и все, может быть, придется подождать месяц-два, там, и так далее, может быть и такое, и у меня было такое, что я, там, по каким-то монетам на хаях закупился, ну, не по этой, по этой я закупился вот здесь, и пришлось подождать, пока она, там, восстановится и так далее, ну, ничего страшного, то есть, я переждал, там, буквально, сколько здесь получается, 3 месяца, ну, может быть, даже 4, и, соответственно, успешно продал, ну, это как один из примеров, вот, поэтому такие мысли, такие дела, надежный проект, в котором я зарабатываю по 3% прибыли в день или 450 долларов, это taritha.io, ссылка на проект в описании под роликом, Субтитры сделал DimaTorzok